Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы с вами начинаем карьеру FIFA 23 за Уэйна Руни. Перед началом этого выпуска хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, как вы все знаете, в FIFA 23 появилась такая функция, что вы можете выбрать тренера реального, с реальным лицом, и под его руководство начать какую-нибудь карьеру за любой абсолютно клуб. Но, к сожалению, у Уэйна Руни нету FIFA 23, потому что он тренирует вроде как, по моей информации, в МЛС, а тренеров в МЛС в принципе нету, именно в FIFA 23. Команды есть, а тренеров нету. Поэтому я решил создать сам Уэйна Руни, нашел всякие гайды, как создать похожее лицо. В общем, вот как-то так. Мы все знаем, что Уэйн Руни играл в Эвертоне, начинал, потом и после вот этой эпохи в МЮ заканчивал, можно так сказать. Но мы начнем именно в Эвертоне. И задача у нас будет постараться хотя бы, как минимум, вернуть вот эту вот былую славу Эвертону, чтобы в Ливерпуле была еще как минимум одна конкурентоспособная команда, а не только Ливерпуль. Вот. Ну и также, если предложит Манчестер Юнайтед, мы сами будем, конечно, иногда отправлять резюме в МЮ. Если там уже согласятся, мы, естественно, примем это предложение и потренируем Манчестер Юнайтед. Ну вот как-то так. Прости меня, Фрэнк Лэмпорт, который сейчас тренирует Эвертон, но новый тренер здесь все-таки в Уэйн Руни. Вот. Ну что ж, давайте пробежимся по Эвертону сейчас, по его, во-первых, информации. Этот клуб был создан в 1878 году под названием Сент-Доминго. И уже через год провел свою первую игру на стадионе Стэнли Парк. И сменил название на Эвертона. Становился чемпионом в 9 раз и 5 раз выигрывал Кубок Страны. На эмблеме клуба Эвертон изображена башня принца Руперта, достопримечательность района Эвертона в Ливерпуле. Первым европейским трофеем для Эвертона стал UEFA Cup Winners Cup 1975 года, в финале которого был обыгран Рапид Вье. Бюджет у нас на трансфере 56,5 миллионов, цена клуба около 900 миллионов евро. Форма на ваших экранах, арена у нас в Гудисон Парк. Домашний успех низкий, международный тоже низкий. Популярность высокая, финансы тоже высокие и развитие молодежи средний. Вопрос у всех может быть возник, почему я выбрал именно Уэйна Руни и Эвертон? Я, в принципе, хотел после прошлого сезона начать карьеру за Эвертон, потому что они там еле-еле спаслись в АПЛ. И мне казалось, это будет логично, а кого сюда брать, если не легенду Уэйна Руни? Поэтому все, мы переходим по настройкам. Сразу скажу, что играть эти матчи я не буду, то есть мы будем их симулировать. Не просто там на симуляции быстрый расчет, а мы реально будем смотреть с вами. И вот здесь будет проявляться наша какая-то тренерская деятельность. Мы тут, кстати, 3 минуты добавили. Но я не знаю, по валюте я мог, конечно, и фунты поставить. Но если смысл, давайте в Евро, чтобы уже нам как-то попривычней. Либо все-таки давайте в фунты, я не знаю. Ну, все-таки мы в Англии будем. Хоть какое-то у нас отличие. Ну, сложность я поставлю ультимейт. Не знаю, как-то это нам пригодится или нет. Но, в общем, я думаю, вы поняли, как будет у нас продвигаться эта карьера. Именно вот тактиками, всякими заменами, возможно, всякими вот этими ползунками в тактике. Поэтому вы обязательно пишите мне в комментариях, что и как настроить под Эвертон. Также пишите в комментариях, какие трансеры мне делать. Мы сегодня с вами познакомимся с составом. И уже в следующем ролике сыграем первый матч, скорее всего, предсезонного турнира. Поэтому у вас еще есть время, чтобы повлиять на нашу карьеру. И предложить реалистичные трансферы и вот хороших игроков. Ну что, а вот и Уэйн Руни. Не знаю, похож или нет, пишите в комментариях. В комментариях, ну, модель у него высокого тренера. Не получилось мне где-то там найти низкорослого. Либо я как-то не обратил внимания и можно было это сделать. Ну, уже да ладно. Итак, предсезонный турнир. Мы возьмем, наверное, вот этот. Я так понимаю, тут очень трудно понять. Три испанские команды, три немецкие и одна итальянская. Но больше всего здесь платят, поэтому мы отправимся сюда. Итак, вот они новости. Эвертон подписал Уэйна Руни. А в лице это было и будущее клуба Эвертона. Ну вот, замечательно. Так, как посмотреть? Что такое смотреть уведомления? Ну давайте, это почта, я надеюсь, да. Так, в Германии, да, пройдет этот турнир. Наши соперники Айн Трахт, Хелла Сверона и Фрайбург. И, ну, сейчас мы к задачам-то точно перейдем. Давайте мы сразу, наверное, к ним вот и перейдем. Какие нам задачи ставят? Во-первых, три главные задачи. Или последние. Ну, здесь, мне кажется, три главные. Хотя не факт. Давайте лучше сразу здесь вот. Развитие молодежи долгосрочное. То есть на два сезона, вот, за два сезона заиграть хотя бы одного подписанного в первом сезоне игрока молодежной академии в не менее 50 игр следующего сезона. Вот как-то так. То есть в этом сезоне нам надо развить. Одного игрока из нашей академии в следующем уже его выпускает часто. Популярность марки достигнуть количества сухих матчей в этом сезоне 10. Вот это уже трудновато будет. Но постараемся. И подписать ключевого игрока на позицию нападающей. Действительно, это более-менее логичная просьба от руководства. Даже условия, наверное, потому что Ришарлисон ушел в Тоттенхем. И Эвертону нужно закрывать как-то вот эти вот дыры в атакующей трети нашей команды. Финансы. 43 миллиона фунтов стерлинга надо получить за продажи футболок в сезоне. Ну, здесь, в принципе, если подпишем кого-нибудь хорошего нападающего, все будет замечательно. Так, задача, например, Лигу закончить чемпионат в середине таблицы. Ну, я, в принципе, как задачу минимума принял. Задача максимума для меня. Давайте попробуем хоть в какой-то Еврокубок попасть. Даже если это будет Лига конференции, я, в принципе, буду удоволен. Но, не знаю, очень трудно будет, потому что я ни разу не играл карьеры именно вот этими всякими симуляциями. Ну, а международных задач у нас и нету, потому что Эвертон не участвует. Так, отчет молодежной академии. Давайте, давайте посмотрим. Так, молодежная академия, игроки, это мы все знаем. Это мы все умеем. Так, я убираю здесь абсолютно всех. И оставляю только вот этого вот Ю Джан Чанг, потому что, объясняю всем, кто смотрел в предыдущих годах моей карьеры, я оставляю только тех игроков из академии, у кого потенциал выше 90 идет. Остальные просто нет. И этого же Чанга, возможно, скоро мы не увидим, потому что со временем у него упадет этот потенциал. Поэтому на данный момент остается только Чанг. Поэтому, к сожалению, даже Илья Васильев, мы вот просто завершаем контракты со всеми игроками академии, чтобы тоже вот место нам здесь не занимали. Ну вот, будет у нас игрок из Южной Кореи в МЮ. Парк Джи Сунг был. Ну, здесь Сунг, Парк Джи Сунг. Ну, в общем, вы поняли, вроде он. Вот, здесь у нас будет Джи, Лье, Жун, Чанг. Вот. Сразу давайте по его плану развития мы посмотрим. Так. Ну, ЦФД, я не знаю, сколько ему по времени надо на нападающего переделываться. Мне вот сейчас это очень интересно. Может быть, он действительно... Две недели всего лишь, поэтому давайте вот. Потому что, мне кажется, ЦФДшников у нас и не будет в команде. А вот нападающий, мне кажется, отлично бы зашел. Вот, через две недели мы ему поставим нормальный план развития. Именно уже будет качаться. А так он пока что будет менять позицию. Так. Здесь мы все посмотрели. По заданиям мы все поняли. Так. Тренировочный день. Так же. Давайте мы... Как поменять? Это сразу нам тренировку дают. А мне надо расписание сделать. Вот. Расписание на неделю. Вот. Замечательно. Или это тоже не то? А нет. Вот это как раз то. Да. Так. У нас перед матчем идет день отдыха. После матча день восстановления. Ну все. Здесь, в принципе, логично. Так. А тут у нас тренировок вообще пока нету, да? Ладно. Я думал, они сразу появятся из-за предсезонного турнира. Но, как скажете. Так. Ну что же. Давайте по составу. Знакомство с составом. У нас схема 5-4-1. Возможно, вы можете предлагать и новые схемы. Абсолютно ко всем прислушиваюсь. А особенно к самым залайканным. Поэтому, если вам нравится чье-то мнение, обязательно лайкайте. Вот. Будем от этого и отталкиваться. Так. Ну вот. Схема 5-4-1. Это я понял. Так. Я, наверное, не сюда зашел. Мне надо центр составов. Вот он. 5-4-1. Это мы поняли. Замечательно. Все. Ну что же. Ох. Ох-ох-ох. Ну, Пикфорд. Понятно. У нас основной вратарь. Возможно, если вы захотите, можем его и продать. Но только действительно надо реалистичные трансферы предлагать. Не надо там писать. Давай Доноруму. Давай Месси, Мбаппе, Холланда, Венисиуса сюда подпишем. Нет. Такого точно не будет. Так. Энди Лоренган. Я бы, если честно, хотел бы его продать. Вот не знаю почему. Хоть какие-то деньги за него получить. Потому что он у нас играть точно не будет. Поэтому я уже ставлю его на трансфер. Сразу же чистку составом будем проводить. Бегович. Ну, Беговичу придется оставлять. Потому что у нас вот этот Вирджина играет в Камбуре. В аренде сейчас. Бегович, как второй вратарь. Мне кажется, на кубковые всякие такие матчи он может быть и выйдет. Так же, как и Элдин Якупович и Лоренгана мы выставляем просто на трансфер. Вот сразу же. Так. У нас есть левый защитник. Финагре. Он из спортинга. Вот. Играет у нас в аренде. Не знаю, как здесь. В этой части ФИФА сделано. Что, возможно, его уже зимой просто заберет обратно спортинг. Будет жаловаться на то, что мы его редко выпускаем. Ну вот. Как так зато. А так дальше идем. Ньелс Нкунку. У нас в Кардифе молодой левый защитник из Франции. Но пусть набирается опыта пока. Есть Миколенко. Вот. Подписали его, если не ошибаюсь, прошлой зимой. И риски. Вот. Брент Уэйт. Играет в ПСВ. Тоже хорошая, кстати, команда. Выпала ему вот такой шанс. Так. Тарковский. По возрасту все нормально. Ну. Основной, скорее всего, центральный защитник. Уэлч. Ну. Вот таких будем сразу в аренду. Молодых. Это уже возрастных. Мы там прям продаем. Эстли. Тоже центральный защитник. В Акрингтоне. Какая там Лига Англии. Вряд ли это чемпионшип. И также Гибсон. В Бриссель Роверсе играет. Гудфри. Вот это отлично. Молодой. Ну. Уже тут, кстати, не молодой. Центральный защитник. По возрасту оказался прям перспективный. Но. Будем надеяться. И также Ери Мина. Ну. Кстати, есть еще и Кин. И есть Коуди. То есть у нас нету точно проблем с центральными защитниками. У нас схема 5. Я уже забыл, конечно. Ну. Да ладно. Вот. 5-4-1 вроде. Но. Три центральных защитника. С этим у нас точно проблем не будет. У нас есть Колман. Это прям легенда Эвертона. Вот. Но. Но-но-но-но-но-но. Проблема с правыми защитниками. Ну. Давайте вот этого вот Петерсона мы оставим. Возможно на какое-то вот прям будущее. Вот. А вот этого Джона сдадим в аренду. Дальше. Амаду Анана. Я бы сейчас, кстати, посмотрел. Потому что я опять забыл схему. 5-4-1. Два центральных полузащитника. Два фланговых. И то есть там мы можем сами с вами смотреть. Либо это будут действительно два центральных полузащитника. Либо один опорный. Другой просто центральный. Либо цапничка поставим. Ну вот. Амаду Анана. Молодой бельгийский. Неплохо. И Дресаги Е. Теперь вот выступает не за ПСЖ, а за Эвертон. Гарнер. Ну вот Гарнер в каком-то он клубе-то играл. Я сейчас бы не вспомню. То ли в МЮ. Ну в аренду, в общем. Надо его, наверное, сдать. Гбамин. Играет в Турции в аренде. Вот. Так что у нас вообще нету полузащитника. Только три вот опорных. Я не знаю сейчас дальше по центральным и по цапничкам. Но есть слева у нас Демарей Грей. Тоже интересный персонаж. Макнелл здесь больше мне интересен по возрасту. А больше вообще Энтони Гордон мне интересен. Поэтому я не знаю. Возможно стоит задуматься о продаже Грея. Из-за того, что у нас вот есть два более-менее молодых левых фланговых игроков. Которые оба могут сыграть на разных флангах. А Грей только вот в центре еще может в атаке. Брод Хит играет в Уигане Атлетики в аренде. Варингсон играет во Флитфуде. Центральные полузащитники у нас пошли. Аньянга играет в Бёртоне. А Андре Гомиш играет в Лили сейчас в аренде. Замечательно. Дэвис есть. Тоже интересный игрок. Прайс. Это мне кажется сразу надо в аренду вставить. Такой вряд ли у нас попадет в состав. Также есть Абдулай Дукуре. То есть есть действительно у нас много центральных полузащитников. Али играет еще в аренде. Мы подумаем. Либо с опорниками. Ну Цапников как мы видим у нас нет. Только Али и то в аренде. Вызволять я его оттуда вряд ли буду. Если пока что проблем с Саввобогу нет. И дай бог не будут. Ну вот пусть доиграет уж там аренду. Таунсенд играет справа. Добин в аренде в дерби. И в обе есть еще как правый полузащитник. И все. То есть с правыми у нас все пока что нормально. Но можно было бы чисто так знаете омолодить. Но у нас есть легенда питерского зенита. Соломон Рандон. 32 года. Рейтинг ужасный. Есть еще и мой Зикин. Кто смотрел в прошлом году в 22-й мою легендарную карьеру за Венецию. Все знают. Что Кин это наша легенда в той карьере была. Раскачали мы его до невероятных показателей. Но вот к сожалению он в аренде играет. Я бы его может быть бы и забрал. Но тоже вот знаете не хочется как-то деньги тратить. Сколько вот. Мало конечно. Но все равно пусть уж играет. Будем реалистичными. Так. Симс играет в аренде в Сандерленде. Это чемпионшип вроде или какая-то там. Ну первая лига. Мао Пэй. Кальверт Льюин. В общем есть интересные такие вот игроки. Состава мы более-менее с вами познакомились. Задача от руководца у нас подписать хорошего нападающего. Это раз. Поэтому нам надо так. Отчет скаута. Давайте посмотрим. Форвард быстрый продуктивный. Джейми Варди нам еще предлагают купить. Так. А можно вот скауты. Селекционные задачи. Вот они где. Селекционные задачи. Так. Я вот это все убираю. Прямо сразу же. И скауты вот здесь вот. Какие у меня есть скауты. Ух. А почему у меня скауты такие ужасные. А вот. Можно я уж с вашего позволения я потрачу на Джонатана Иванса и куплю пятизвездочного скаута. Потому что ну это ни о чем. Я выбираю всех игроков, которых мне нашел вот этот Ланкастер. Так. Его бы отозвать у Джонатана Иванса. Я уж в АПЛ пока что буду отправлять. Вы пишите в какие страны еще. В какие лиги мне добавить. Скаутов. Ну они какие-то очень низкорейтинговые. Хоть и Эвертон понятно чуть ли не вылетел в чемпионшип в прошлом сезоне. Но все же. Денис Мазипов у нас есть даже. Российский скаут. Ну вот. Как-то так. Я пока что в АПЛ отправлю. Пишите какие еще вам интересны лиги. Куда нам стоит отправить скаутов. Так. Позиция. Ну нападающий там и ЦФД скорее всего будет. Давайте две. Две наверное задачи мы поставим. Во-первых это усиление основы. От 20. Я даже не знаю. Давайте 29 лет. Чтобы на пару лет уж точно нам хватило. То есть если я сейчас буду брать нападающего там в 30 летнем возрасте. Он максимум там годик-два отыграет. Бывают просто ну исключения. Поэтому здесь точно так же. И на мировой класс я даже не знаю. На мировой можно и 31. Прямо если нам действительно звезду такую найдут. Вот. Поэтому я поставил задачи. Может быть там скауты кого-то поищут. От вас я надеюсь тоже будет какая-то дельная информация. Ну вот как-то так. Бюджет у нас хороший. Бюджет вы видели. Как его теперь опять же посмотреть? Финансы. Вот. Из-за того что я потратил до 3 миллиона у нас. А теперь. Ох, тут как сделали-то все. Как посмотреть? Я не понимаю. Ладно. Будем вот так смотреть. Текущий бюджет у нас 48 миллионов евро. Вот. Поэтому можно в принципе хорошего нападающего нам предложить. Все будет зависеть от вас. Поэтому как-то так. Так. Ну и кстати мы сезон начнем против Вестхэма. Вот. Ну играем дома. Это главное. Очень хорошо начать дома. Так. Поехали. Переходим мы к тренировочному дню. Я лично сам буду все тренировки проводить. Чтобы они там на А всякие вот эти Б выполнены были. Поэтому как-то так. А да. Нам еще надо 2 состава кстати с вами сделать. Первый основной. Второй там для резерва. Так. Ну с игроками мы познакомились. Поэтому поехали по позициям. Ну вот 3 центральных защитника. Тарковский, Коди и Кин. Я не знаю. Пишите в комментариях. Может быть их как-то местами менять. Всякое такое. Ну справа будет у меня правый защитник. Это Колман. Вот здесь в принципе. Кажется без проблем. Так. А почему Миколенко только теперь как-то низко он так будет играть. Мне кажется. Ну вот Колману тоже вот такую как бы позицию сделаем. Правым защитником. Вот. Ну это ладно. Так. А у меня Гуе не может встать на эту позицию опорника. Из-за того что у нас высокая линия можно так сказать защиты. Ну вот так вот только если. По другому я уже даже не знаю как. Ну и центральным полузащитником пока что будет Докуре. Вот. Справа будет Аунсент у нас в старте. И в нападении Кальверт Льюин. Так. Первый сделали. Теперь скамейку запасных. Это Бегович. Это Паттерсона. Мы вроде же с вами решили что оставим. Но пока что Винагры да будет. На скамейке слева именно. Левого защитника. Паттерсон. Давайте я Гордону больше шанса буду давать нежели чем Макнейлу. Потому что он там. Я не понял. А кто там по возрасту? Грей? Да. Грей по возрасту. Поэтому ладно. Пока что вы решаете с Греем что мы делаем продаем или нет. Но вот Макнейл и Гордон. Тогда уж Макнейлу. У него рейтинг хотя бы повыше. Может быть действительно. Будет проявлять себя. Так. Все. Скамейку мы сделали. Макнейл. Дэвис. И Воби. И Маупей. Вот. Мина. Гудфрик. К сожалению. Не попадают именно в первый состав. Потому что тут блин. Рейтинги 79. Поэтому вот. Как то так. Капитан. Может быть тут есть прям. Он крепкий игрок. Командный игрок Коуди. Поэтому скорее всего. Можно дать и Коуди. Вот. Лидерство у Колмана. Вот. Лидерство нам обязательно надо. Поэтому Колман. Сейчас будет нашим. Капитаном. Штрафные. Быстренько сейчас посмотрим. Точно штрафных. 66. Какие ужасные. Вот. Таунсент скорее всего будет бить. Самый такой. Приближенный. Абсолютно все. Дальний штрафной. Я не знаю. Здесь силы удара. Надо прям мощную. Вот. К примеру. Даже тот же Докуре 84. Так. Докуре. Либо Гуе. Ну. Докуре. Дальний удары 77. Там в принципе-то надо подать. Скорее всего. Больше за дальнего штрафного. Нежели чем бить. Я никогда не бьюсь дальних штрафных. Там либо разыгрываю. Пенальти. Пенальти тоже смотрим. Скорее всего. Кальверт Лювин. У него неплохие показатели. Да. Левый угловой будет подавать. Правша у нас. Это Грей. А правый. Тогда левша. Таунсент. Вот. Они тут в принципе. И распределились. Так. Ну. Я здесь 7 задачи проставил. Из-за того. Что я ими играть не буду. Поэтому пусть они. Как минимум. Вот с задачами. Хотя бы будут бегать. Вот. Поэтому мы переходим делать второй с вами состав. Ну. Вратарь. Понятно. Это Бегович. Левый защитник наш. Это Винагре. Здесь его уже можно даже и повыше. Вот. Поднимать на его родную позицию. Левого флангового защитника. Ну. Ну и. Центральные защитники. Мина. Гудфри. И. Холлгейт. Правый защитник у нас. Паттерсон. Правый полузащитник у нас. Ивоби. Центральный полузащитник. Дэвис. И. Анана. Будет нашим. Опорным. Полузащитником второго состава. Ну. А здесь. Я не знаю. Макнейл. Все-таки. 22-летний. Или Гордон. 21-летний. По статам. Даже не знаю. Давайте чисто пока что от рейтинга отталкиваться. Вот. Ну и нападающий. Естественно. Маупей. Что у нас здесь. Да. Кстати. Не посмотрел. Может быть. Кто-то здесь уже есть. С лидерскими. Какими-то там качествами. Командный игрок. Ну. Здесь я наверное. Чисто по возрасту дам. Капитанскую повязку. Пусть будет. Бегович. Штрафные. Неплохо бьет. Макнейл. Но он значит и остается. Дальние штрафные. Маупей. Мне кажется нет. Должен какой-нибудь. Игрок из центра поля. Это прям делать. Чтобы Маупей оставался впереди. Ну пусть она на тот же. Пробьет там. Либо подаст. Пенальти. Маупей с показателем 78. Он и остается. Так. Правый угловой. Левый. Точнее. Правоногий. Ивоби. Правый угловой. Левоногий. Макнейл. Все. Здесь мы тоже в принципе все с вами решили. На ваших экранах сейчас два наших состава. Вот он. Первый. Можете на паузу поставить. Посмотреть. Вот он. Второй. Поэтому вы сейчас абсолютно видите все проблемные зоны. Там чисто по рейтингу может вас кто-то не устраивает. Либо в принципе вы хотите поменять схему. И тогда некоторые игроки в принципе не будут вписываться в нашу философию команды. Можно так сказать. Ну. Вот как-то так. Ну что же. Выполнили мы тренировки. Одну на Б. Две на А. Ну. В другой раз вот эту вот ситуацию в защите я попытаюсь переделать на А. Друзья. Я сейчас перешел в календарь. Посмотрел. Оказывается что в этой карьере. Ну и в принципе я так понимаю в Е23. Сделали что не сразу мы играем с начала июля. А просто вот написано товарищеские матчи. Вот. Ну. Как бы относятся они к вот этому вот претендованному турниру. И скорее всего их поставили на конец. Чтобы команда не растеряла форму к началу вот чемпионата. То есть у нас здесь идет сейчас две недели после игры с Айнтрахтом подготовка с вот к игре с Уэстхэмом. Поэтому вы сейчас уже видите наши первые три игры. Поэтому я провел одну тренировку. И давайте мы на этом самом моменте и закончим сегодняшний выпуск. Мы познакомились с командой. Мне очень хочется узнать ваше мнение о этой карьере. О тех игроках которых вы хотите чтобы я подписал в эту карьеру. Чтобы у нас было много времени с вами на вот это вот трансферное окно. Чтобы мы его просто сейчас не тратили. И вот после ваших естественно комментариев которые я увижу прям дельные. Мы продолжим с вами эту карьеру. И в следующем выпуске уже полностью отыграем вот эти вот три игры предсезонного турнира. Ну а пока что на сегодня все. Ознакомительный такой получился выпуск. Познакомились с составом. Увидели проблемные зоны. Буду ждать от вас обратного какого-то вот фидбэка. Чтобы вы помогли мне. Помогли нам. Потому что это вот будет наша вообще с вами классная надеюсь карьера за Уэйна Руни на тренерском мостике. Ребят спасибо всем большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это ожиданная встреча. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok